Сегодня мы поговорим о нормах, как реагировать, если то, что предлагает ваш партнер, выходит за ваше определение нормы. Мне приснился эротический сон. Оральный секс – это непременное условие полового контакта, извращениями, девиациями. А нормально ли то, что предлагает мне мой партнер? Всем привет! Меня зовут Ольга Штерн, я сексолог и основатель онлайн-школы обольщения «Гейша». Есть болезни, которые включены в международный классификатор болезней, и они могут быть названы извращениями, девиациями и отклонениями. В принципе, это зоофилия, некрофилия и многие другие вещи, которые мы и сами интуитивно можем назвать нездоровыми и неправильными. Люди, страдающие, например, экспекционизмом, их следует лечить, и есть специальные люди, которые помогают избавляться от данных зависимостей. Но часто в отношениях встает вопрос, а нормально ли то, что предлагает мне мой партнер? Для того, чтобы понять, нормально ли это или ненормально, хочу ввести такое понятие, как партнерская норма. С сексологами разработано несколько критериев, по которым действия или предложения партнера можно расценивать как норму или не как норму. Первое – это психологическая и физическая зрелость партнеров, взаимное согласие, отсутствие вреда здоровью, отсутствие вреда обществу и другим людям. Это стремление взаимного удовольствия, это стремление доставить удовольствие своему партнеру. И важный критерий, что это не затрудняет поиск партнеров. Если вы испытываете влечение к человеку, которому больше 18 лет, он психологически здоров, вы хотите доставить ему удовольствие, он хочет доставить его вам. И вы оба согласны это делать, то тогда это норма в рамках вашего взаимодействия. Если это приемлемо для вас и не затрагивает интересы других людей, это норма и бояться этого не нужно. Смотреть пробные бесплатные уроки каждого нашего курса вы можете на нашем официальном сайте школы Гейша. Нажмите тут и сразу перейдете на сайт. Введите свой верный имейл, потому что именно на него вам придет пароль от личного кабинета. Нажмите на кнопочку «Посмотреть бесплатные уроки» и сразу попадете в личный кабинет. Тут у каждого курса есть пробные уроки. Но вернемся к нашей теме. Но часто так бывает, что для одного партнера что-то приемлемо, а для другого это неприемлемо. Тогда идет нарушение личной нормы или несовпадение этих самых личных норм. Например, в рамках семьи бывает, что для одного человека оральный секс – это непременное условие полового контакта, а для другого человека оральный ласки, в принципе, неприемлемый как вид. То есть это не будет в общем считаться как извращение, но в рамках данной пары эти взаимодействия будут затруднены, потому что один из партнеров этого не будет хотеть. И, конечно, важный момент, когда мы имеем дело с нормами – это обсуждение и попытка найти компромисс. Если, например, вам что-то не нравится из того, что предлагает ваш партнер, подумайте вместе, а что вы можете сделать альтернативного и сприемлемого для вас, чтобы так или иначе удовлетворяло вашего партнера похожим образом. Либо, если ситуация другая, и вы, например, хотите что-то вашему мужчине предложить, но вас пока не хватает смелости, чтобы в открытую ему сказать, тогда вы можете использовать мой любимый прием «мне приснился эротический сон». В чем заключается этот прием? «Милый, я тут спала, и представляешь, со мной случился такой интересный сон, и в нем происходило такое-то действие, ты делал это-это, это меня так возбудило, я проснулась в безумном желании тебя». И смотрите за реакцией вашего мужчины. Если мужчина заинтересован, то вы можете постепенно продолжать строить диалог на эту тему раньше. Если никакой реакции не последовало, попробуйте какой-то другой способ занести вашу эротическую фантазию. В любом случае существует много различных приемов, много различных способов доставления удовольствия как себе, так и своему партнеру, и этим приемам посвящены наши уроки в онлайн-школе «Гейша». И вы можете посмотреть на нашем сайте 5 бесплатных уроков – geishaschool.ru. С удовольствием ждем вас там. Субтитры создавал DimaTorzok